Всех рада приветствовать на своём канале. Сегодня у нас вторник. Слава богу, эта неделя короткая. Очень жду уже выходных. Начало месяца у меня всегда на работе очень суровое. Я начала вязать новый кардиган. Не знаю, что из этого получится. Я особо не тороплюсь. Кардиган будет из вот таких вот бабушкиных квадратов. В общем, навязала уже 16 штук или 17. Так, вот буду их между собой скреплять чуть попозже. Как мне кажется, кардиган получится такой прикольный. Ну, я ещё посмотрю, как их тут получше скреплять. Разложу, посмотрю, как будет общий вид. Но мне нравится, что заказывала в Самаре. В Казани ничего нет. Никакой турецкой пряжи. А эта пряжа Ализе Батик. Ализе Бэйби Вул Батик, в общем. Нашла её только в Самаре. Неделю где-то шла. Доставка обошлась 300 рублей. Курьером на дом вообще супер. Получается 10 мотков вот таких вот цветных. Ну, там три цвета. Такой сиреневый, фиолетовый и вот такой вот белый. И молочный цвет. Это четыре других мотка. В итоге, в общем, где-то около 90 квадратов мне надо навязать. Вот так вот выглядит пряжа. Я какие-то моменты обрезаю. Также на Азоне заказала вот такой псиллиум. Шелуха подорожника. Её нужно мне каждый вечер пить для кишечника. Разбавлять в стакане с кисломолочным каким-то напитком. Ну, это у меня кефир. И за два часа до сна ложку растворить и выпить. Это вчера попробовала. Первый день попробовала. Это такая гадость. Ну, в принципе, сам порошок, он такой безвкусный. Но вот консистенция такая кисельная какая-то. Не знаю, то ли я плохо размешала, то ли что. Ну, это не мой напиток к кефиру-то я привыкала очень долго. А здесь получается ещё и вот эта вот фигня. Причём сделана она в Пакистане. Я говорю, у нас, видимо, своего подорожника нет. Делается семян подорожника. И вот даже вот такую штуку нам привозит. Попробовала. Вчера первый раз попробовала эту штуку с кефиром размешать. И, знаете, мне не понравилось. Ну, сама она безвкусная. Из семян подорожника вот какой-то порошочек. Сейчас я открою. Может, получится показать. Вот такой порошочек. Вроде отзывы были то, что чистый, самый чистый псиллиум. Всё круто. Здесь в баночке 140 грамм. Но мне не нравится сама вот эта консистенция. Я размешивала-размешивала. Она как будто набухает. И вот какой-то кисель. Вот я не люблю вот эти вот крупинки какие-то. Ну, в общем-то себе ещё удовольствие. Но раз для кишечника надо, как говорится, то надо пить. Вот. На прошлой неделе орхидею свою показывала. Вот уже вот такие корни выросли. И там внизу листик растёт. И ещё одна вот шишечка набухла. Тут маленькая. И ещё одна шишечка вот тут набухла. Ещё один корень лезет. Я добавила туда НВ-101. Вот какие-то гранулы. И как будто бы корни начали расти быстрее. Но больше вот я ничего не вижу тут. Плохо. Видимо, как-то намазала. Или, возможно, вот тут ещё один корень хочет. Непонятно пока. Но пока три, так точно. Два уже вот таких вот больших. И что мне нравится, они вроде как вверх смотрят. Потому что потом... Потому что говорят, что при такиком способе листьями в воде эти корни начинают смотреть вниз, тянуться к воде. И потом их очень сложно перевернуть. Вот. Перед праздником решила сделать небольшую доставку из самоката. Завтра что-нибудь вкусненькое приготовлю. Взяла вот макароны для пасты пине, сделанные в Италию. Последнее время подсела на итальянские макароны. Конечно, сразу чувствуется, что их делают из твёрдых сортов. Они такие плотненькие, быстро, в принципе, варятся. Не развариваются. Их даже, в принципе, можно и даже не примывать. Вот такую шоколадку взяла греческую. Очень мне нравится. Прям вкусную. Шоколадную явно не Альпенгольд. Вот. И эпиковый такой йогурт взяла. Малина, маскарпоне. Забегая вперёд, скажу, очень сильно понравился. Прям очень вкусный. Колбасу взяла Дэмдэмыч. Ну, что-то мне не понравилось её консистенция. Это какие-то вкрапления. Хотя написано, что первый сорт. Ну, в принципе, по вкусу колбаса как колбаса. Бекон взяла себе для пасты. Сливки десятипроцентные всегда кладу. Взяла сернур. Вот. Клубника, кстати говоря, марокканская. Конечно, от клубники одно название. Но, в общем, можно сказать, что мы едим её глазами. Если глаза закрыть, непонятно, что это клубника. И очень удивило, что клубника из Марокко. Что у нас своей нет. Хотя своя в три раза, по-моему, дороже. Вот такой зефир в шоколаде взяла Шармель. Это самый вкусный для меня зефирчик. Правда, цена не очень низкая. Так скажем, в куриную грудку копчёную для салата взяла. Вот такой сыр. И вся моя покупка вышла на 2200 рублей. Не дёшево. Не дёшево, но всё-таки праздник. Делала доставку золотого яблока. Что-то мне так понравилось. Покупки на дом. Выбираю что угодно. Если в магазин не ходить, то там, в принципе, ничего нереально найти. Взяла на подарок на 8 марта вот такой вот крем. Ну, тут, конечно, ранее морщины. Чё-то я не посмотрела. Ну, вроде базовый крем с антиоксидантами. Ну, я думаю, маме, в принципе, будет нормально. Я считаю, что морщины, если они уже есть, с ним ничего не сделаешь. Поэтому вот такая фирма Кора. Я думала, это корейская фирма. Ну, может, фирма и корейская, но крем делают в России. Но многим нравится. Посмотрим, подарю. И потом отзыв мне свой скажут. Себе крем взяла вот такой от Фрудия. Вот это точно корейская марка. Её производится в Корее. 50 SPF. Весну, мне кажется, на лето. Очень даже неплохо. Вот такой кремчик. Буду пробовать. Взяла лак для волос. Капус. Не знаю, так. Ни разу не пользовалась. Но вроде отзывы хорошие. Иногда вот я делаю себе локоны. Но они быстро как-то раскручиваются. И уже на голове неизвестно что. Надеюсь, лак мне поможет. И вот такой карандаш от Кико взяла. Он не дешёвый. Вот он тут у меня на руке остался. Так мерцает белого цвета. Здесь с одной стороны карандаш. С другой вот такая вот щёточка, кисточка. Ну, в общем, как спонжик, если быть точнее. И ей можно растушевывать. Вот. Вот такой вот он белого цвета. Глаза увеличивать. Ещё на лицо его можно наносить. В общем, карандаш универсальный. Единственное, что мне в современных карандашах не нравится, так это вот его текстура. Оно какое-то непривычное всем дерево. А какое-то на пластик похоже. И его очень сложно поточить. Реально, конечно, но сложно. Ещё у нас на следующей, по-моему, неделе, ну, в общем, скоро начинается масленица. Я поняла, что у меня нет сковороды для блинов. Давно её хотела. Но что-то руки не доходили. Вот решила себя заказать от фирмы. Забыла. Кукмара вроде. Наша фирма. Вот. За 1300 с чем-то рублей. Придёт мне как подарок. Думаю, надо ещё вафельницу заказать. Давно хотела в вафле печь. Что-то везде искала. Пока искала, цена поднялась на Яндекс.Маркете. Стоила она Редмонд. 2200 с чем-то. Осталось стоить 2800. Думаю, окей, ладно. Посмотрю на других маркетплейсах. Нашла такую же на Озоне. Стоимость её была 2500. Думаю, ладно. Что-то сразу 2500 неохота давать. Оформлю-ка я рассрочку. Потому что свою сушильную машинку я покупала через Яндекс.Сплит. Очень удобно в течение двух месяцев. Без процентов. Равными платежами. Они у меня снимали каждые две недели. И я вообще не парилась. Думаю, хорошо, свои деньги целы останутся. Потому что мне ещё как раз тут затраты предстоят на зубы. Хочу доделать свои дела зубами. И думаю, ладно. Ну, закажу-ка я её в рассрочку. Запросила у Озона 5000 лимит. Вместо этого мне прислали 71. Причём так быстро прислали договора, значит, скинули. И сразу смс-ка такая приходит. Подпишите договор. Я думаю, а как так? Деньги уже тут? А договора я ещё не подписывала. Захожу, значит, договор, смотрю. А там проценты 50. 50 с чем-то, короче. Я думаю, так, стоп. Мне такая рассрочка точно не нужна. Тем более, что у меня есть свои деньги. Я могу тут же заплатить. Зачем мне ввязываться какие-то кредиты? Ведь рассрочка сама по себе предлагается без процентов. А здесь, значит, процент. Ну и стала читать отзывы. Нет бы, чтобы отзывы прочитать до оформления всякой документации. Но я и нет. Я прочитала после и поняла, что это не совсем рассрочка. Это так называемый самый настоящий кредит. Если ты за месяц не выплатишь, то с тебя будут списываться вот эти огромные проценты. Очень много недовольных людей. И в итоге это не Озонбанк, а вроде как микрофинансовая какая-то компания. Я думаю, мне это точно не надо. Читаю дальше отзывы, а там говорят, что от неё невозможно отказаться. В общем, это всё было у меня ночью, где-то, наверное, в 12 в час. Муж уже спал. Я думаю, а чё мне делать-то, как отказаться? Ну, написала им в чат. Я говорю, мне надо отказаться от рассрочки. Мне она не нужна. Вообще никогда я не буду ей пользоваться. Они меня там что-то пытались уговаривать. Но в конечном итоге я от неё отказалась. Деньги списались. Ну, ноль стал в кошельке. Я думаю, ух, слава богу, выдохнуло. Как хорошо, что я не подписала никакие документы. И слава богу, я догадалась их хотя бы прочитать. Но, наверное, я благодарна за это в своей работе. Потому что всё-таки она дала мне много опыта. И, по крайней мере, научила читать всякие договора супер-пупер внимательно. Чтобы не попасть вот так вот на какую-то подставу. Вот. Не знаю. Многие люди покупают. Кто-то остаётся довольным. Но нет. Мне такое не нужно. Никакие кредиты. Я думала, просто это удобная рассрочка. На месяц спокойненько можно заплатить. Свои деньги останутся целы. Ты кредитными расплатишься. И так как-то просто. Даже психологически проще. Вот. Но нет. Не повезло. Буду заказывать, наверное. Ждать, когда она опять будет со скидкой. И тогда уже закажу спокойненько. Без всяких вот этих вот рассрочек. Скажем так. Ну вот. Ну а сегодня у нас 8 марта. Сейчас пойду готовить пасту. Приготовлю салат с куриной копчёной грудкой. И всех дам, девушек поздравляю. С 8 марта желаю всего-всего самого хорошего. Оставайтесь всегда красивыми, весёлыми, жизнерадостными. И чтобы у вас в жизни было много приятных, положительных моментов. Мира, добра, здоровья. И всего-всего самого хорошего. Всем пока-пока.